Распределение ввозных таможенных пошлин сегодня один из наиболее острых вопросов в Евразийском экономическом союзе. Пространство общее, а процент отчислений разный. Так почему союзная таможня не дает добро на пересмотр? Спросим у директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Савицкого. Арсений, добрый вечер. Если я правильно понимаю, за каждой сотой процента прячутся миллионы. Выходит, что каждая страна должна бороться за увеличение таможенных отчислений. Но почему за пересмотр выступает одна Беларусь? Это прежде всего связано с тем, что страны стали меньше импортировать в ценовом выражении. С другой стороны, за последние несколько лет Евразийский экономический союз перерос еще двумя новыми членами. Прежде всего Армении и Кыргызстаном. И в этой связи также были пересмотрены нормативы распределения пошлин. Если до 2015 года норматив для Беларуси составлял 4,7%, то сегодня этот норматив 4,53%. Таким образом, каждый год Беларусь получала все меньше и меньше пошлин от этого распределения. Возможно, кто-то намеренно блокирует пересмотр? Ну да, безусловно, те страны, которые сегодня входят в Евразийский экономический союз, прежде всего Россия. На Россию сегодня приходится самая большая доля распределения таможенных пошлин. А также новые члены Евразийского экономического союза, Армения и Кыргызстан. Доля торговли, которых значительно меньше, чем у таких стран, как Беларусь, Казахстан и Россия. Вот они как раз заинтересованы в сохранении статуса КВО. Мне кажется, что это такой достаточно сложный вопрос, и вряд ли он будет разрешен достаточно быстро. И вот наивный вопрос. А если Союз декларирует свободу и равные условия, может, стоит разделить сумму пошлин поровну? Каждая страна ЕАЭС имела бы свою пятую часть. Или и при таком раскладе не все будут довольны? Подход, который предлагает белорусская сторона, в этом плане он достаточно рационален. Все-таки взять и увязать нормативы с объемами импорта для каждого государства. Соответственно, чем больше то или иное государство импортирует, значит, на большую долю пошлин, то есть на большие нормативы эта страна им может претендовать. Все-таки Евразийский экономический союз состоит из очень разных государств с экономической точки зрения, с различным экономическим весом. И вот подход, который предлагает белорус, он мог бы, скажем так, обеспечить, ну, что ли, некую справедливость и равноправие в этом вопросе. Да, с деньгами всегда непросто. Благодарю. В нашем эфире был директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Севицкий. Продолжение следует...